ДИЯБЛО 2 РЕСУРЕКТАД ДИЯБЛО 2 РЕСУРЕКТАД ДИЯБЛО 4 РЕСУРЕКТАД И почему я сказал, что это будет ремастер? Потому что, дорогие друзья, у нас будет возможность в любой момент времени переключаться между версиями. Хотим играем в оригинал, хотим играем в ремастер версию. Так что, как говорится, тут игра для всех. Кому нравится олдскул, кому нравится прогрессия. И как я всегда говорил на своих стримах, что если оригинальная Диабла появится в лаунчере, именно оригинальная вторая Диабла, я без проблем буду в её с удовольствием играть. А тут не то, что она появится, она ещё появится и в новой оболочке, очень классной оболочке. Так что тут Диабл 3 уже и не нужна, сейчас я серьёзно. Итак, что здесь подвергнется обработке? Абсолютно всё. Что игра, что абсолютно все ролики. В Ромастер будет входить как оригинал, так и аддон. Игра будет выходить для всех платформ. ПК, Плейстейшн 4, 5, Иксбокс, Серия СХ, Нинтендо, Свич. А также в этой игре будет прогресс общий для всех платформ. Также уже доступен предзаказ игры. И игра стоит 2000 российских рублей. Это, как говорится, оригинальный пакет. Есть ещё один пакет, который называется Prime Evil Collection. И этот пакет стоит 3000 рублей. Что входит в этот пак? Сама игра, Diablo 2 Resurrected, а также полная Diablo 3. То есть, оригинал, аддон, плюс некромант. Так что здесь имейте в виду, мало ли кто-то не играл в Diablo 3, когда-то играл в Diablo 2, но не имеет D3. Вы можете приобрести вот такой вот пакет. Если интересно. Так что, ещё раз повторюсь, эта игра не будет вместо. То есть, она будет работать параллельно с классической версией. И вы в любом момент времени, повторяюсь, сможете переключаться между оригиналом и ромастером. Так как это ромастер, то тут остаётся абсолютно весь игровой процесс. То есть, компания, ну и эндгейм, который имеется в игре. То есть, это вызов клонов Diablo, но также убер-забеги. Ну и, конечно же, никуда не денутся бесконечные забеги по Баалранам. Далее, давайте немножко поговорим о нашем инвентаре. Он, наш инвентарь, остаётся прежним. Но, дорогие друзья, нам расширяется сундук. У нас, как изначально в ДВЕ, будет персональная ячейка в нашем сундуке. А также мы туда сможем добавлять расширенные сундуки. То есть, это те отсеки, которые будут доступны абсолютно для всех персонажей. То есть, играете за варвара, выбили нужный примет для некроманта, поместили в этот отсек. Зашли некромантом, из этого отсека забрали примет и экипировали себе. И теперь используйте его в некроманта. Я думаю, тут всё понятно. Никуда из игры не делись ни самоцветы, ни флаконы, а также их количество, а также руны, как и рунные слова. Всё, абсолютно всё в игре сохраняется. Как всё вышеназванное, так и умение, так и характеристики наших персонажей. Для удобства в арома старт-версии появляются ещё и расширенные характеристики. То есть, это расширенная информация о том, какими свойствами обладает наш персонаж. То есть, какой у него кастрейд, какой у него спид-атак, шанс смертельного удара, шанс коршащего удара. Такой мана, ну или лайф-линч. Но в целом картинка, обновлённая картинка, смотрится прям-таки обалденно. Это реально крутой движок. И я рад, что этот крутой движок достался именно Диабле 2. Вот эта игра действительно та, которую мы с вами заслужили. Правда, она вышла не в 2012 году, а вот в 2021 выйдет. Да, дорогие друзья, Диабло 2 Рассурректед выйдет в этом году. И как написано на официальном сайте, не позже декабря. То есть, что это или 1 декабря, ну или, допустим, не знаю, последние числа ноября. Хотя, может и в сентябре, может и в ноябре. Главное, что в этом году. Так что, по сути, плюс-минус, осталось подождать всего лишь 10 месяцев. И, как я сказал, мы получим то, что мы заслужили. Ещё разработчики коснулись немножко вопроса сезонов. В Диабле 2 это называется ладеры. Как они отметили, что сейчас сезоны длятся порядка где-то 6 месяцев. То есть, полгода. Это действительно очень много. Тут Диабло 3 сезоны длятся по 3 месяца с половиной, по 4. Это уже очень-очень-очень много. На этом разработчики тоже сделали небольшой акцент. И сказали, что эти ладеры они будут делать короче. Насколько, пока неизвестно. По-прежнему в игру можно будет играть восьмером. Но только теперь перечень персонажей будет располагаться не горизонтально вверху, а вертикально слева. То есть так, как нам привычно сейчас видеть это в Диабле 3. Ну и самый главный вопрос, которых волновал многих. Что, мол, не надо нам никакой ремастера, никакой ремейк Диаблы 2. Вот вспомните в Warcraft 3 Reforged. Каким он боком вышел фанатом, а также компанией Blizzard. Да, многих этот вопрос действительно волновал. В принципе, меня плюс-минус тоже. Но то, что мы показали на Близконе. Это, дорогие друзья, наглядная демонстрация того, как надо правильно использовать ресурсы. И в Викириус Вижн. И, кстати, да. Насчет Викириус Вижн. Дорогие друзья, подтвердилась, опять-таки, очередная инсайдерская информация, что компания Activision перевела в штат компании Blizzard студию Викириус Вижнс. И она действительно будет помогать компании Blizzard этот ремастер делать. Что, в принципе, они уже делают. Так что в этом году у нас не было никаких слухов, а просто неподтвержденная трушная информация. Действительно инсайдерская. Так вот, никакая атмосфера не потерялась. Диабол 2 как была мрачной игрой, так она этой игрой и останется. И судя по трейлеру, судя по игровому процессу, который нам показали на Близконе, самый напичканный эффектный персонаж, эта чародейка, никакого резонанса не создает. Что огненные взрывы как от нее, так и от других противников. Что молнии вспышки, что ледяные залпы. Ничего не портят картину. Они появились, красиво испарились, не испортили общий вид. И как я сказал, это ромастер тот, который мы действительно заслужили. Ну, те из вас, которые действительно не позабыли про Диабол 2. Мы ждали, мы верили. С этим вас, дорогие друзья, я однозначно поздравляю. И очень скоро мы с вами уже будем бегать бал раны, проходить сюжетку в Диабол 2 Рассуррект. Как-никак, там можно бегать уже и восьмером. Так что на момент релиза будет назначаться общий сбор. А до этого момента мы с вами еще много чего разберем. Так что ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новую информацию. Ну, а я вам постоянно буду подкидывать новую информацию, ну или какие-то уточнения или нюансы. Ну, а на этом моменте я ролик буду заканчивать. Все ваши мысли, все ваши впечатления оставляйте в комментариях под видео. А я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Еще раз всех поздравляю с Аносом Диабол 2 Рассуррект. Ну и играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.